Валерий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, про тренировку сегодняшнюю, ну, что конкретно, да, отрабатывали, чем занимались. Первый раз у нас, по-моему, за все время мое. Первый раз была тренировка нормальная, обыкновенная тренировка в недельном цикле. Поэтому первый раз больше часа она длилась. Так что, ну, было всего по чуть-чуть. Размялись, было немножко, чуть-чуть совсем физической нагрузки. И потом выход из обороны отрабатывали. Мы заметили, что сначала Сергеев, ну, так, круги нарезал, потом они с Головиным поменялись. Я так понимаю, это такое тактическое по количеству, да, там, замена, никак, ни с травмами, ни с чем не связано. С травмами нет, ну, с определенной усталостью, да, есть накопившаяся усталость у того и у другого, поэтому чуть паузу. Ну, как бы, травм никакого нет, никаких нет. Несколько игроков, ну, там, Литвинов, Зиньковский, да, ну, были отцеплены из-за повреждений. Были ли идеи или мысли кого-нибудь дозвать в сборную? Ну, как бы, если бы были такие мысли или идеи, тогда бы кого-то вызвали. Как вы видели, никого не вызвали, значит, таких идей не было. Да, посмотрели, 21 футболист полевой у нас есть, так что для тренировочного процесса достаточно. По Тюкавину хотел спросить, почему Константин не был вызван в сборную? Потому что очень просто, потому что Сергеев тоже забивает, то что Чалов тоже забивает, то что Соболев тоже забивает, когда играет. Поэтому на одну игру вызывать четыре нападающих, ну, перебор. Валерий Георгиевич, расскажите немножко про нашего соперника, про клуба. Андрей, он с тобой сейчас рассказал, что много про эту команду неизвестно. Он сказал, что просто они хорошо бегут. Расскажите, что вам известно на сегодня? Ну, вам поставить видео, видеоразбор, видеоанализ команды, давайте так, ну, обманывать. Давайте себя тоже, и я не буду, и футболистов не буду, и никого обманывать не буду. Ну, сказать, что это команда из топ-5, ну, нет. Да, понятно, что все умеют играть, и мы это видели на примере Кении. Все умеют обороняться физически, все готовы сборной, даже при том, что она там 169-я, по-моему. Ну, сказать о том, что это какая-то топ-сборная, ну, нет. Обманывать не надо никого, ни себя, ни футболистов, ни общественности. А есть вот этот элемент, тоже я Андрея Мострову спрашивал этот вопрос, что на самом деле интересно играть против экзотических сборных. Интересно? Да. Просто я слово «интересно» не очень понимаю, что значит «интересно». Наверняка даже вам, как главного тренера, вряд ли пришлось бы когда-либо играть против сборной Кубы или сборной Кении. А тут, ну, в таких обстоятельствах, что-то приходится это делать. Наверное, его и тоже… Ну, вот это вот правильно говорить – приходится. Ну, интереснее было бы сыграть со сборной Германии, со сборной Франции, со сборной Испании. Вот это было бы интересно. Там, с тем же Камероном интереснее играть, чем с Кубой, например, или с Кении. Ну, если правду говорить, так как выбирать не приходится, играем с тем, с кем возможно это сейчас. Валерий Григорьевич, игра будет в Волгограде. Мостовой сказал, что нам бы приятнее было сыграть в Москве. Опять же, никуда ехать не надо. Ваше мнение по этому поводу? Ну, по этому поводу, я не думаю, что перелет в полтора часа из Москвы до Волгограда как-то кого-то обременит так сильно. Если спросите у игроков Ростова или Краснодара или Факела в Воронеже, для них это вообще сказка. Полтора часа долететь до Волгограда, сыграть при заполненных, скорее всего, при заполненных трибунах, похоже на то, что так и будет. Я думаю, что это приятнее. Вообще глобально ждете праздников? В Волгограде мало большого футбола, к сожалению, сейчас. Сейчас уже больше 22 тысяч билетов продано. Есть предвкушение какое-то того, что город ждет действительно сборную? Потому что Москва и Питер все-таки более присыщенные. Поэтому и выбор был сделан в пользу Волгограда. Потому что, да, естественно, и Москва, и Питер много всяких и футбольных матчей, и не только футбольных мероприятий проходят. Так что, ну, возможно, где-то присытились. А в Волгограде, я думаю, что, и как вы говорите, что 22 тысячи уже проданы. Я думаю, что к началу матча практически полный стадион будет. Очень на это надеемся. Коллеги, еще два вопроса. Олег Игоревич, по Кубе еще, по вот этих матчей, которые сыграла сборная, какие вы берете за основу? Ну, для разбора, если можно так сказать. Ну, последние четыре матча с того времени, когда у них новый тренер пришел. Последние четыре матча. Вот как-то можно вкратце от интересного, что они вообще играли? Ну, в Кении смотрели. Ну, вот примерно то же самое. Ну, чтобы было понятно. Не буду сейчас вам расстановку 5-4, один чаще всего играет. Одну, я говорю, с Суринамом играли 4-4-2. Ну, победили, кстати, в этой игре, единственная игра. Ну, видимо, соперник, так как соперник, Суринам, наверное, не самый сильный, даже в Гаити посильнее. Поэтому тогда 5-4-1, сейчас 3-4-2. Под соперника тоже, наверное, как-то подстраиваются. В октябре было два матча. Соответственно, у вас была возможность спиделить игровое время. Один состав, другой состав. Сейчас, ну, хотя бы примерно по тайму разные составы сыграют. Или у вас уже есть представление? По тайму нет, не сыграют точно, потому что, по-моему, 6 замен только разрешено. Так что по тайму точно не сыграют. В Манишках сегодня, кто был на поле, это основной состав потенциальный сбор? Ну, потенциально, возможно, да. Потенциально, а может и нет. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо. Что вам известно о сборной Кубы? И здесь говорили, что тактически уже разбирали. Расскажите. Что именно? Что у нас без наборных объединателей у кого-то из их составов? Ну, пофамильно знаем, да, конечно. Кого-то можно выделить, но есть пару игроков, да. Которые выделяются на общем фоне. Ну, да, есть. Ну, говорить, что там есть Месси, Рональдо или Головин даже, допустим. Ну, нет, наверное. Поэтому смысла разбирать пофамильно, поименно, смысла нет. С кем вы из соперников, с которыми сборная России уже играла, после отстранения можно сравнить Кубу по уровню? С Кеннией. Как, извиняюсь, секрет, как вы забывали вообще матчей кубинцев? Насколько это было доступно? Это как и любой сборной. Абсолютно любой сборной. Есть программы. А, ну, понятно. Так что все это есть. Сегодня была полностью открытая тренировка. Это значит, что нечего скрывать совсем. То есть я досмотрел до конца. Была двусторонняя, все упражнения, потом серия пенальти. Я такого не понял. Вы посмотрели, вам понравилось? Да. Ну, все прекрасно. Для этого сделано. Ну, то есть так будет всегда? Всегда нет. Были бы у нас официальные матчи, но это понятно, что нет. И обратите внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством. Судейству надо прибавлять. Соболеву надо прибавлять. Я думаю, что в судействе может быть власть. Нет, Соболеву надо прибавлять 100%. В чем? По всем. Ну, там не был зафиксирован 100% фолк. И команда Соболева... Ну, я. Соболев? Я поддерживаю его. Ну, и поддерживайте. Обращайтесь в комиссию. В экспертно-судейскую. Вы при определении состава во многом упираетесь на количество игрового времени. Вот у Соболева его последнее время не так много. Но, несмотря на это, он вызван. Можете объяснить, почему? Ну, во-первых, то, что он в сборной был, был и есть, и знает все требования. Раз, нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Выбор тот, который сейчас есть. Если мы говорим про четырех, наверное, на данный момент нападающих, которые соответствуют прямо сегодня. Это Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин. Четырех нападающих вызывать на одну игру, и даже для тенировочного процесса, не очень удобно. Поэтому выбрали, выбор пал на них. То есть, я правильно понимаю, что за третье место выбор был между Соболевым и Тюкавиным, но вам нужен был большой форум? А, второе. Между кем? А почему не Тюкавин и Сергеев? Вы просто сказали, что нужен был большой. Еще и, плюсом, плюсом, два Ичалов и Сергеев, так скажем, не подходят под эти определения, как Соболев, условно. Не играют сейчас Соболев, ну так, из тех, на кого я обратил внимание, ну, сегодня Соболев и парень из Коснодара Волков, крайний защитник. А когда вы их вызывали, вы обращали на это внимание, просто исходя из своих требований? Сильянов тоже не играл две последних, по-моему. Ну, как бы, ну, те требования, или так, как они выглядели на последнем сборе, на Октябрьском, соответственно. И Волков с Камеруном, условно, и Сильянов тоже с Камеруном. И, опять же, зная, они уже, понимая требования и зная все остальное, то есть меньше времени уйдет на подготовку во время этого матча. И ведь после матча с Зимутом сказал, что Волков после последний месяц-полтора в неидеальной форме, ему это не нравится. Что вы можете сказать о его форме? Я могу сказать, что мне нравится его форма. После одной тренировки могу сказать, что да, а дальше посмотрим. Он его каждый день видит, так что у него, может быть, свое, естественно, видение и понимание. У нас на данный момент там вот такое. Возможно, ваши требования и минусы у Волкова вас не смущают. Говорят о том, что он вперед очень хорошо, но просто гвозит замечательно, а в обороне есть проблемы. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Что в атаку очень хорошо, да, что в обороне есть проблемы, не согласен. Опять же, у каждого тренера свое видение, свои требования. Я счастлив, что он в атаку любит, ходит, подключается, дай бог, что все так делали. Я правильно понимаю, что вот то, как играет Волков, то, как он играл в матче с Катаром, в том числе бегая, подключаясь в атаку, это... Ну и с Камеруном, больше даже. Больше даже с Камеруном. Ну, громкое слово «идеал», но это во многом то, чего вы требуете от крайнего защиты. Ну да, крайний защитник должен любить, уметь и хотеть атаковать. Владимир Георгиевич, у многих удивилось, что нет ни одного футболиста «Динамо» на этом сборе, команда, которая закончила на третьем месте. Наверное, из кандидатов там в основном Фомин, Тюкавин и Скопинцев. Про Тюкавина мы уже сказали, про Фомин травмирован. Но он уже восстановился. Но они попросили его не вызывать, потому что у него травмы. А «Динамо» попросил. Ну, естественно. Ну, сколько у нас? В основном, от крайних защитников более чем на сборе. Так что, кого еще вызывать? Все русские, которые играют, по-моему, в командах в верхней части таблиц, они, по-моему, все здесь. В Краснодаре играет Сафонов, Волково даже сейчас уже и не играет. Все равно здесь Кривцов-Черников. В «Зените» играет Сергеев. С тобой? С тобой на замену выходит. Ну, вот именно. В «Спартаке» те, кто играет, тоже вызваны были. Ну, за заключением Игнатова. А? Игнатова. Ну, за заключением Игнатова никогда не вызывали, по-моему. Ну, почему? Вам не нравится... Потому что есть другие футболисты. Я, честно говоря, даже позицию не понимаю, например. Кто он? Какая позиция на поле? Сейчас он играет второго форварда, четвертя. Окей, я могу играть левым защитником тоже. Играл. Ну, моя позиция, неизвестно. Если бы вы тренировали Игнатова в клубе, на какую позицию вы увидели? Нет, не знаю. Если бы я тренировал, тогда бы подумал. Ну, то есть, я правильно понимаю, качество вам нравится? Есть определенные. Есть определенные, естественно, у игрока, который играет в «Спартаке», играет в «Премьер-лиге» уже, по-моему, не первый сезон. Какие-то определенные качества, конечно же, есть. Сто процентов какие-то есть. Как использовать, пока не очень понятно. Ну, мне лично. Получина, ситуация ясна. Заболел. Я правильно понимаю, что он заболевшим выходил на «Спартак»? Ну, заболевшим нет. Ну, приболевшим, можно сказать. А зачем? Что значит зачем? Ну, если Буллин, то не играй. Почему? Ну, потому что не форма. Здесь он полусборной играет. Просто как бы в клубе приболел играет, а в склубе приболел езжай в клуб. Фомин, Литвинов, Зиньковский. Та же самая история. Олег Ильич, когда вы комментировали для пресс-службы список, из наших игроков, которые играют за границей, вы высказались конкретно только по Захаряну и по Миранчуку. Что у них мало игроков. Да, но Бакаева, вы вообще как рассматриваете, следите за ним в Катаре, он является кандидатом в сборную сейчас? Или Катар это… В Миранце, да. Если будет там себя проявлять, так скажем, показывать, реально, реально проявлять себя, показывать, то да, конечно. Следим за всеми. Сидите, да? Конечно. И для вас, по вашему мнению, это лучше, чем то, что было в «Зените» для Бакаева? Хотя он играет. Ну, если говорить про минуты, да, лучше про игровое время. Ну, лучше, значит, да. А по его форме, по его игре? Сложно. Пока сложно судить. То есть, давайте подождем еще раз. И уровень сопротивления, естественно, нужно принимать его внимание. Не играть, одно дело, не играть даже, там, условно, в Италии, уровень сопротивления команд, или, там, в Испании, или во Франции. И другое дело, не играть, там, в Саудской Аравии. Сильно ли выделяется Головин и Кузяев на тренировках? Что значит сильно? Ну, хорошо, что на голову сейчас выше, да. А голову нет. Побыстрее принимают решения, посильнее на данный момент. Ну, да. Как раз уже говорили про тех, кто выпал из-за повреждений. Это вот как раз сейчас остается 21 полевой игрок. Будут ли это заявки какие-то, или нет? Будут. Я не совсем понял историю. Ну, продолжу вопрос по Уткину. Понятно, заболел. А что с Литвиновым и Зиньковским? То есть, у них там травмы. Есть повреждения, да. Есть повреждения, есть травмы хронические, про которые еще говорили, по-моему, на том сборе. Не помню уже. Не помню. На том сборе есть определенные, да. Да, для официального матча их готовят к официальному матчу, дают паузу, там, 3-4-5 дней и выходят на игру. Нам зачем смысл? Ну, то есть, я правильно понимаю, что если бы у нас был официальный матч, мы играли бы в отборе или на вашем турнире? Ребят, ну, вот вы, я... Смотри, Сереж, Сереж, я не понимаю. Я вот не понимаю. Вот у нас были официальные матчи. Были, да? До стыковых. Мы играли в официальный матч? При мне. Играли. Были, так вы такие вопросы задавали? Слушайте, я не помню, что было полтора года назад. Что я задавал? Полтора года назад. И вы забыли уже все. То, что 10 лет назад вы помните, а то, что полтора года назад... А вы не знаете, что я помню, что 10 лет назад, Валерий Игорьевич? Ну, потому что вы задаете вопросы. Какие? Которые были там 5 лет назад. А вот раньше было так, вот раньше было так. Да постоянно. Ну, не суть. А дюбу вы будете вызывать? А чего дюба? Я не спрашивал про дюбу. Спрашивали. Хорошо. Спрашивали постоянно. Хорошо, да. Допустим. Если бы были официальные матчи, то было все по-другому, как это и было. Это уже было, при мне уже было. Что здесь непонятного? – Вот как раз по «Спартаковцам», которые уехали из сборной в клуб, причине травм была ситуация с Литвиновым, когда видимо какое-то недопонимание случилось со «Спартаковым». – У нас не было информации никакой. – Да. После этой ситуации… – Вот сейчас появилась информация, и все, он уехал. – Можешь сказать, что между вами и «Спартаковым» наладилось коммуникация или что-то поменялось после этой ситуации? – Нами и «Спартаковым» ничего не налаживалось, как было, так и есть. Они прислали письмо, в котором попросили и указали на эту хроническую травму, давнишнюю, так скажем, проблему, все. – Просто ощущение, что вот эта ситуация, то, что сейчас они уехали, говорит то, что правда все-таки на вашей стороне, не на стороне «Спартака». – Все-таки, да? Только сейчас поняли? – Ну, тогда раз было два мнения сейчас. – Мнений может быть сколько угодно, но правда всегда одна. Или истина. Даже не правда, а истина. – То есть, в отличие от предыдущего раза, сейчас «Спартак» прислал письмо? – Да. – То есть, есть официальное письмо, где говорится о том, что мы просим… – Да. – А тогда письма не было и контакт… – Тогда ничего не было. – Кого с кем? – Ни у кого, ни с кем не было. Никакого. – Третий матч за год в России. В Волгограде, как вы думаете, соберется ли столько же народа на сборную? Чувствуете ли вы, что она еще нужна к зрителю, так скажем? – Надеюсь… Думаю, думаю и надеюсь, что да, что да, соберется, не знаю, полный стадион или нет, но большое количество. Сейчас вот только что сказали, опять же, это даже не ясно, я даже не знал сколько, сказали, что вроде бы 22 тысячи билетов уже продано на данный момент. – Коллеги, давайте еще два вопроса. – Рейтинг FIFA известен, пойдет ли этот матч. В рейтинг FIFA сколько замен предусмотрено? – Должен идти, вроде как. – Слушайте, вы слышали, что сказал Абаскаль, что он не знает случаев, когда тренер возглавлял и сборную, и клуб. То есть чувствуется или он борзый, или чувствуется особая его любовь к вам? – С чем это связано, не знаю, но говорит и говорит. – Даже вам по барабану? – Ну, естественно. Как обычно. Как обычно. – Ну, можешь просто подсказать, что Дон Фабио Олейш уже подсказал, что в Бразилии… – Ну, вот есть люди, которые и без меня… – Вы вообще, у вас нет контакта с Абаскалем? – И без меня. – Вы не общались ни разу? – Нет, ну, на поле перед игрой там. Ну, как со всеми. – А на зимнем Кубке РПЛ? – Ну, так же. – Ну, все с чем. – Ильич… – Перекидывались там, парой фраз перекинулись, и все. – Ильич, вы много лет играли? – Ну, я опять же здесь, в догонку тому… Я вот людей опять же не понимаю. Которые говорят, я не знаю ни одного тренера, который тренирует, да, и клуб, и сборная. – Да, и клуб, и сборная. – А они знают хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок? Вот эти люди, которые говорят. Хотя, ну, сборную они знают? – Нет, это говорит один человек. – А? – Нет, ну, есть еще другие, которые говорят. А есть какая-то сборная, которая забанена на неопределенный срок? Вопросы? Вы знаете такое? – Ну, в Кении там что-то. – Она забанена? – Отличается. – Установили. – Ну, уже установили. – Я говорю, есть еще такая сборная? Ну, окей. – Вы много лет играли, много лет тренируете. Какие-то перепалки, драки, стычки между футболистами после неудачных матчей. Частое вообще явление – это нормально? Или это говорит о какой-то нездоровой атмосфере в коллективе? – Ну, это бывает. В любой нормальной семье, ну, в обычной семье нормальные бывают какие-то моменты. Не знаю, что это после каждой игры. Если это будет после каждой игры… – Нет, после каждой неудачной игры, если это будет, это плохо. Если это там что-то бывает, случается. Случалось, наверное, у всех, у любого футболиста. Спросите. – Состав, который сегодня был, я не помню, цвет манишки, по-моему, розовый, где Кузяев, Головин, где пара центральных Осипенко, Солдатенков, справа Волков, слева Сельянов – это основной состав на кубах? – Ну, приблизительно, да. – Ну, то есть, перемены могут быть вот в атаке, когда там потом Сергеев вышел, да? – Нет, перемены могут где угодно быть еще там, но то, что они будут не вот от этого состава, который вы видели, незначительные, ну, скорее всего, да, может быть, две-три позиции. – Олег Георгиевич, сейчас начинает появляться информация, что, возможно, до конца года могут открыть аэропорт в Краснодаре. – Да ладно, да? – Да. – Круто. – А в Ростове не слышно? – Кому? – К сожалению, нет. – К сожалению, да. – Ну, Ростов там поближе, как бы все. – Ну, все равно, ну, хоть на два часа поменьше ездить. – Ну, если в Краснодаре откроют, вам это поможет? – На два часа меньше ездить на автобусе. Так до Ставрополя пять, а так до Краснодара три будет. Не очень, конечно, поможет, но хоть как-то. – Прогресс. – Спасибо. – Я видел, что вы останавливали сегодня вот эту вот тренировку, когда отрабатывали выход из обороны в атаку и что-то объясняли. У вас нет ощущения, что вот это вот, ну, чересчур рискованно, то, как вы играете, когда подключается вратареж, что здесь должен быть более высокого уровня исполнителя? – Не, не понял. – Ну, что, могут быть обрезы? – Могут, конечно, могут. – Ну, вот сейчас, когда последняя игра, она важна. Я понимаю, что Ростов там, Виталий Татьевич… – Могут быть обрезы, конечно. – Да. – Ну, вот игра со Спартаком, кто ошибся, на ваш взгляд? – В случае с вторым голом. – И Писяков и Осипенко? – А чем Писяков ошибся? – Дал передачу слабую. – Ну, то есть это аналог того, что было в прошлом году с ЦСКА, когда нужно было просто сильнее. – Технический брак, да. – Да, только не у Писякова тогда, если про ЦСКА говорить, а, по-моему, Уткина. – Уткина, да. – С Захареном и Миранчуком общались лично, может быть, с специалистами? – Не общался. – Но они понимают, почему тоже… – Не знаю. – В тот период, когда вы говорили регулярно о том, что формируете новую команду, там, и прочее, и прочее, но вот у меня сейчас есть ощущение, что… Ну, сейчас сборная будет играть на победный результат. То есть я вижу, что после каждого матча, когда этот результат не достигается, допустим, с Кенией, да, есть большое разочарование, много критики, и то, что сборная должна играть на победу. То есть надо забыть этот период, когда вы формировали новую команду. Сейчас, вне зависимости от того, мы играем с Кубой, не знаю, с Аретрей, да, значит, с Кенией или еще что-то, надо играть на победу. – Ну, так как мы всегда играем на победу. – Результат принципиальный. – Подождите, подождите, а мы с Кенией не играли на победу? – Ну, я не знаю, вот вы, значит, рассказываете, что, значит, не тем занимаемся, по-моему, хренью с Кенией занимались. – Кто? – И на победу вы. – Почему? – Ну, потому что невозможно было смотреть. – А почему? – Да я откуда-то знаю почему. – Нет, так вот вы не знаете, а кто не играл на победу, тогда скажите. – Не знаю. – Вот именно. – Все играли. – Все играли. – Может, вы не донастроили. – А то есть за сборную надо настраивать, на Кению надо настраивать. – Получается, да. – Окей, хорошо. – Нет, Валерий Ильич, что? – Значит, я не донастроил, окей. Все, напишите так, скажите. – Хорошо. – Значит, я не донастроил. – Хорошо, напишем. – Игроки сборной России, игроки сборной России, которые играли с Кенией, им нужен донастрой, чтобы обыграть Кению. – Получается так. – Получается так, окей. Хорошо, если проблема в донастрое или в недонастрое, а не в мастерстве. Может, в другом проблема. – Почему? – Может быть, в мастерстве проблема, а не в настрое. Я сейчас выйду настроенный на миллиард процентов, чтобы Кению обыграть. Но я не обыграю. Будут настройбы, сейчас вам дам 10 миллионов евро, чтобы обыграть Кению. Вы не обыграете ее. Вот каждому. Обыграете вы Кению? Из-за настроя. Или что-то еще нужно, кроме настроя? Вы говорите о том, что уровень мастерства нынешней команды, даже если она не играет в полную силу, этого недостаточно, чтобы обыграть команду уровня Кении. 100 процентов. Ни одну команду не обыграть, ну кроме детей, если нет определенных качеств и определенного настроя. То есть даже без, как вы говорите, до настроя, супернастроя, эта сборная не сможет обыграть даже команду медиалиги? Никого. Никого. Сейчас можно как-то подвести итог работы в сборной за этот год, учитывая, что не было матчей только летом. В целом, довольны ли то, что есть матчи? Ну, один сбор пропустил медленно. В целом, что есть такое количество матчей, что играем, и что могли бы отметить, может быть, за весь год? Ну, беря во внимание, принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, ну да. Хотелось бы соперников уровня условного Камеруна или условного Ирака, у Ирана, например, ну да, хотелось бы. Ну, что есть, то есть. Никитич, вам не кажется, что за последний месяц-два давление, которое на вас оказывается со стороны общественности, экспертов, болельщиков, оно выше, чем это было, например, полгода, год назад? Ну, вы не считаете? Я нет. Ну, потому что и сборную гораздо больше стали критиковать, и за вашу работу в Ростове частенько начали высказываться. То есть вы не ощутили какую-то разницу, что какое-то давление на вас повышенное стало? Ну, какое было, такое есть. Ну, то, что происходит извне или от меня независящее? Коллеги, давайте есть еще. Или на меня не влияющее? По сборной есть? Да пускай, пускай говорят. Что, на ваш взгляд, происходит с Соболевым? Ну, то есть он не играет в «Спартаке»? Последняя игра пять. Спросите у вас в «Москале». Ну, я откуда знаю. Ну, конкретно для того, чтобы тренировать его. Вот вы спросили про Волкова, говорю, не знаю. То есть что-то не устраивает. Вы увидели, что он там… По одной тренировке по сегодняшней. Да, окей. Что он в худшей форме, чем был? Да нет, плюс-минус такой же. Опять же, то, что можно было увидеть за одну тренировку. Плюс-минус такой же. Вы общаетесь с футболистами? С ним не общались? Ну, вот на этом сборе еще нет. Хотели бы поговорить? С кем я захочу, с ним я поговорю. Подожди, вот подведение итогов года. Вот все ли задачи там, может быть, были выполнены? Удовлетворили ли в целом работы команды сборной за этот год, если подводить? Ну, в целом, если говорить, ну, опять же, в целом. В целом нельзя брать в целом. Кем-то удовлетворен больше, кем-то меньше. Какими-то игроки… Да, какие-то игроки нет. Какие-то матчи, да, какие-то матчи нет. Ну, то есть нельзя обобщать. То есть полностью, конечно, на 100% все великолепно, все замечательно? Ну, нет, конечно. Фимикене не можем обыграть. Возможно, и Кубу будет тяжело. Возможно, 100%. Слушайте, ну, если мы Кубу не обыграем. То что? Куда мы идем тогда, если мы не обыграем Кубу? Вот этот вопрос самый главный. Куда мы идем тогда? Вот этот вопрос самый главный. Вот этот вопрос самый главный. Но это не для… Мы дошли до того, что мы не можем обыграть Кению, Кубу, и для того, чтобы обыграть Кению и Кубу… Ну, а мы говорим «Камерун». Супер настрой. Ну, вот и все. Вот и все. Уже там проблема. Одна из проблем, вернее. Ну, тогда возникает вопрос, а что должно будоражить, если не майка национальной сборной, престиж и игра за свою страну? У меня вопрос еще такой же у меня возникает. Когда мы готовимся к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Ну, готовились, я имею в виду. Были товарищеские матчи тогда. С какими-то сборными. Сейчас даже не говорю сборную. Там, не знаю, Испания, сборная, Германия. Мы, по-моему, не играли таких матчей особо. Много. Что происходило? Тогда всегда выигрывали у условного Катара. Условно, я говорю. И мы готовили к чемпионату Европы, либо к чемпионату мира. Не выигрывали тоже? Тогда что? Ну, ситуация, мне кажется, что это разного характера товарищеский матч. Тогда это все можно списать на подготовку к большому турниру. А сейчас... Здорово. Вот это великолепно. То есть тогда, когда ты готовишься конкретно, ты знаешь, к чему ты готовишься. То есть через полгода, через год, или через месяц у тебя матчи будут уже официальные. То есть ты готовишься туда. Можешь писать эксперименты на еще что-то. А сейчас тогда что происходит? А сейчас мы к чему готовимся? А сейчас ничего другого нет, кроме этих матчей. А сейчас, ну, и тогда что, не экспериментировать? Тогда тем более экспериментировать, если мы ни к чему не готовимся. Тогда когда еще экспериментировать? Там уже экспериментировать для чего? Для того, чтобы у тебя через месяц будет отборочный матч, ты будешь экспериментировать или будешь наигрывать? Наигрывать, да. А если у тебя через полгода, или через год, или через два только официальный матч? Может быть, тогда экспериментировать надо, а не за месяц до отборочного матча? Понятно. То есть даже в этом разницу не улавливаете? Нет. Вы сказали, что Спартак отправлял письмо по травмированному. Динамо просил, а по Фоминоу. Какие-то еще другие клубы просили они вызывать игроков? Нет. Из тех, которые были, вот эти, да? Ну, письма я имею в виду от клубов. Информация от клубов. Крестцов и Черников наконец-то доехали до сборной. Много раз не получалось у них из-за повреждений. Как оцените их, может быть, даже по первой тренировке и в целом по отрезкам вот этому году, может быть, когда за ними начали следить? Ну, хорошо. Давайте так, ну, то, что в клубе происходит, вы все это видите, что здесь оцениваете? То, что они вызваны в сборную, ну, это оценка. А по тренировке по одной, что судить? И вот по золотому мячу, возможно, уже видели в этом году, что его взял Месси. Вот, хотя все думали про Холланда, как, может быть, удивились ли вы такому результату? Стал ли для вас сюрпризом, что, потому что Холланд должен был выиграть, а далее опять Месси за чисто за чемпионат мира считались? Всего-то, да? Всего-то за чемпионат мира. Всего-то за чемпионат мира. Холланд просто же на отрезке там много забивал и больше, так сказать. Ну, ваше мнение, там, Холланд, а кто-то Месси. Хороший для вас заслуг. Я за Месси. Олег Григорьевич, если бы вы в РПЛ вручали золотой мяч по итогам первого круга чемпионата, кто бы это был? Никто. Олег Григорьевич, один матч на этом сборе. Была ли возможность сыграть два матча? Не знаю. Наверное, было, но не случилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.